И гости канала. Это Людмила. Это вообще 33 несчастья. Она станет скоро звездой моего канала. Я с ней снимала видео у нее дома. Потом я снимала видео, мне там комментарии писали. Вы все врете в Турции, такого не может быть. Это ее квартиру ограбили с деньгами. Сейчас у нее новая проблема. Она в Стефанеле купила себе курточку. На улице Ататюрки есть такой магазин. Знаменитая итальянская. В центре Алании. В центре Алании. Начнем с того, что на первом этаже действительно у них есть Стефанеле. Они действительно торгуют Стефанеле. На втором этаже все, что угодно. Три дня назад я пришла в этот магазин с большим удовольствием приобрести кое-что из одежды. Стала выбирать пуховик. Сказала о том, что мне нужен пуховик. Мне предложили несколько пухов. Я померила все. И в последний момент мне предлагают курточку. Очень легкая, хорошая. Она на меня хорошо села. Скажем так. Я, конечно, в ажиотаже. Виновата сама. Признаюсь. Покупаю эту куртку. Стоит она немало денег. Скажем так. По приезду домой. Ну и рассчитываешься ты кредитной карточкой. Рассчитываюсь кредитной картой. Вот. Приезжаю домой и решила померить. Обычно я этого уже не делаю. И понимаю о том, что это не пуховик. Очень хорошего качества на синтепон. Кто понимает, что в Москве и вообще в России синтепон это очень холодно, тот меня поймет. Естественно, я забираю чек, естественно, забираю куртку. Приезжаю в этот магазин. Думаю, что я без проблем поменяю эту куртку на пуховик. Чек они взяли. Стали мне предлагать любой товар сделать обмен. Я не против сделать обмен. Вопросов нет. 337 лир там оставалось, да, по-моему? Ну да. Я поменяла на пуховик. Более тонкий, который мерила в начале. И осталось там 337 лир. Я не помню лично. Я честно искала себе что-то из вещей на эту сумму. И более. Я сказала, пожалуйста, предлагайте. Я с удовольствием куплю. Мне ничего не подошло. Ну, вот такая пуховика. Они мне остались должны 337 лир. Продавец, мотивируя тем, что нет директора магазина, сказал мне прийти через три дня. Хорошо. Вы пришли сегодня. А теперь я давай дополню. Людмила мне звонит и говорит, мне деньги не отдали. Мне сказали прийти в следу. А так как я уже живу в Турции довольно долго, то я понимаю, что что-то здесь не то. Я говорю, Людмила, пойдем вместе. Приходим мы сегодня в этот магазин. Деньги ей не возвращают. Опять предлагают мне члендж. Да. Я не против. Но ей ничего не подходит. Честно посмотрела, мне ничего не подходит. Я говорю, есть у вас какая-то новая коллекция или еще что-то? Нет. Как-то вы не можете выбрать. Не могу я выбрать. Но не в этом дело. Дело все в том, что уже на кассе висит объявление. На турецком языке. Давай по порядку. В переводе на русском языке. Да, давай по порядку. Я говорю, нам ничего не подошло, верните нам деньги. Естественно, этот разговор был на турецком. Хозяин магазина говорит, мы не возвращаем деньги. Я говорю, в турецком законодательстве нет такой статьи, что не возвращаете деньги. Пускай выбирает товар. Товар никакой не подходит. Я говорю, хорошо, если вы не возвращаете деньги, значит мы идем в полицию. Он, конечно, я не буду матом говорить, но был в шоке, так на меня смотрит. Я говорю, да, мы идем в полицию, потому что, я говорю, что это такое? Что значит не возвращаете деньги? Он забирает эту бумажку с печатью, которую дали Людмиле, и уходит. Я говорю, стоп, 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 бумажечку нам отдайте, бумажку выхватываю у него из рук. И он начинает мне объяснять. Вот понимаете, мы работаем всего 7 месяцев. Если я буду всем деньги отдавать, то я ничего не заработаю. Я говорю, вы вообще в адеквате? Я говорю, что значит не отдавать деньги? Я говорю, человек пришел, но не подобрал он ничего. В общем, я плачу налоги, вот я по кредитной карточке, я заплатил 8% налога, потом 4% я заплатил в банк, я заплатил 12%. Я говорю, хорошо, вычьте эти 12%, деньги нам отдайте, либо мы идем в полицию. Он, короче, сам в шоке, он смотрит на меня, на мой турецкий, на знание моих законов, и говорит, хорошо, я вычитаю 12%, и отдаю вам деньги. Сколько он, 7 лир вычил, да? Вычил, да, просто уровень такого магазина, это очень недостойно. И я просто хочу закончить эту мысль, что уже у Калакаса висело объявление на турецком и на русском языке, что они не возвращают деньги. Люда говорит, не висело там объявление, я же не дура, я же не идиотка. Я, конечно, не могу 100% утверждать, но я умею читать на русском языке, не было этого объявления. Он утверждает, что 2 месяца висит это объявление. Это неправда, за 3 дня они повесили объявление. Было неприятно, что в такого уровня магазин... Да, там цены довольно-таки дорогие, там штанишки 4 столетия. Я ему говорю, что проблема с деньгами, что я никак не могу понять. Меня это, конечно, шокировало. Ну, в бухом судья, в следующий раз, уважаемые зрители, просто-напросто будьте повнимательны. Потому что мы, конечно, тут расслабляемся на отдыхе, нам все хорошо, нам все нравится, но надо быть аккуратным. И если какая-то такая проблема возникает, то обязательно берите какого-нибудь знакомого, который живет в Турции и знает законы. Потому что если бы она пошла... Одно хочу сказать это спасибо ему. Деньги бы никто и не вернул, естественно. Никто бы ничего не вернул. Втюхали бы какую-нибудь тужурку, да, и все, и здесь счастливое. Ну, удивительный. Да. Удивительный мир, скажем так. Так что, дорогие друзья, будьте бдительны. Вот мне везет на такие истории. У меня какой-то скандальный канал получается, вообще. Надо быть помидором. Не надо быть... Это реалии жизни, да. Будьте внимательны. 150 раз проверьте, померяйте товар, чтобы не попадать в такую ситуацию. Вот так. Бай-бай. Всем пока. Пока. До новых встреч. Ну, правда, ситуация идет.